Я нахожусь в центре Донецка. Достаточно много машин сейчас. Люди стремятся как можно скорее снять деньги с банкоматов, заправить машины. Поэтому очереди на заправках в банках. Власти ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию. В Донецке уже готовы к отправке населения автобусы слышна сирена. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. Этой ночью на границе ДНР и Украины была слышна перестрелка. Обстрелы, немного утихшие после полуночи, возобновились после трех часов ночи и утром. Сегодня с утра были слышны прилеты. Вчера весь день очень громкие были прилеты слышны. На данный момент, в общем-то, не сказать, чтобы сильно громко было. Так что в целом ситуация пока что находится под контролем. Экстренно к эвакуации готовят детские дома и интернаты Донбасса. А школьники из Иловайска под Донецком записали очень эмоциональное видео реакцию на эвакуацию и вой сирен. Людей призывают не паниковать. На пограничных с Россией КПП развернуты пункты оказания экстренной медицинской помощи. Руководство обеих республик призывает покинуть территорию всех, кроме мужчин. Власти ДНР и ЛНР уверяют, что в Ростовской области уже развернуты пункты приема жителей Донбасса. В Ростовскую область срочно вылетает в Рио главы МЧС Александр Чуприян. Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Россию беженцу по 10 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин